Новый скандал в Украине. Почему глава Национального банка покинул свой пост и как на сложившуюся ситуацию отреагировало международное сообщество. Гуманитарная катастрофа в Сирии. Какие действия уже готовы предпринять представители Организации Объединенных Наций? Интервью Саши Боровика со Святославом Вакарчуком о политике, музыке и не только. Об этих и других темах нового номера англоязычного еженедельника смотрите в Киевпост-ревью. Главная история сейчас отставка Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. НБУ оставался одним из последних бастионов реформ в стране и Смолий говорит, что он уходит в отставку из-за продолжительного систематического политического давления на него. Некоторые наблюдатели утверждают, что давление было частью мести олигарха Игоря Коломойского Нацбанку. Конечно, мы знаем, что Коломойский ненавидит Нацбанк, потому что НБУ в 2016 совместно с Минфином забрал у Коломойского его приватбанк после того, как выяснилось, что в банке дра в 5,5 миллиардов. Предположительность за мошеннических действий руководства банка, в том числе из-за займов аффилированным лицам. Отставка главы Национального банка – это очень важная тема для англоязычной аудитории, потому что среди читателей Киевпост есть и дипломаты, и люди, которые работают в Международном валютном фонде, и люди, которые работают в международных организациях, и вообще люди, которые занимаются бизнесом и финансами в Украине. И то есть это такой очень негативный сигнал для всех инвесторов, для всех партнеров Украины, который показывает, что, наверное, реформа идет не так. Ну, то есть, как минимум, это сигнал. Когда, как и почему в Украине возник банковский кризис? Помимо общего анализа ситуации, в этом выпуске Киевпост читайте краткую историю о реформах, которые уже провел Национальный банк. Когда главой НБУ была Валерия Гонтарева, одним из ее заместителей был Яков Смоли, они провели банковскую чистку и закрыли 180 банков, фактически банков-пылесосов, которые владельцы использовали, чтобы красть деньги у людей. В те времена лучшим способом ограбить банк было стать владельцем банка. Также распространено было инсайдерское кредитование, когда займы выдавались друзьям, аффилированным компаниям. Потом эти пирамиды рушились, банки банкротились и люди теряли деньги. По оценкам, более 20 миллиардов долларов ущерба нанесли Украине банковские схемы мошенничества. За это платят украинские налогоплательщики. И это лишает их будущего, потому что лишает их нужных дорог, денег на образование, медицину и прочее. И в последние годы НБУ пытался очистить эту сферу и установить нормальные правила кредитования, чтобы не было инсайдерского кредитования друзьям, семье и так далее. Кроме того, у Украины есть большая проблема с неплатежеспособными кредитами. И что вообще шокирует, до 2014 года люди не знали, кто является конечным бенефициаром банка, потому что не было соответствующих законов, которые бы раскрывали конечных собственников. Все это меняется, и все это стало частью большой банковской реформы. И очень важно, чтобы она продолжалась. МВФ уже выпустил заявление, что они очень внимательно смотрят за тем, как будет развиваться ситуация после отставки Якова Смолия. Яков Смолий, он славится тем, что он создал институт стабилности в довольно нестабилной стране. То есть Национальный банк работает стабильно, банк независимый от политических сил. Эксперты говорят, что Национальный банк ведет очень хорошую монетарную политику. И это важно для инвесторов, это важно для людей, которые хотят заняться бизнесом в Украине. Это важно для, например, Международный валютный фонд, который недавно выделил 5 миллиардов долларов кредита для Украины в ближайшие 18 месяцев. Будущее этой программы помощи для Украины теперь неизвестно, поскольку возникает много вопросов о том, что будет происходить в финансовой системе дальше и как может измениться атмосфера для бизнеса. Не так давно Яков Смолий заявил, что он останется на месте, останется в этой должности до 2025 года, то есть до момента, когда закончится его срок, потому что глава Национального банка Украины назначается на срок 7 лет. Мы не можем быть уверены, кто осуществляет политическое давление на Национальный банк. Одни эксперты говорят, что это проявление олигархического захвата государства, то есть влияние олигархов. Это еще может быть политики, которые хотели бы вести монетарную политику по-другому, чтобы улучшить их позицию в политике, ну понятное дело. Потому что в данный момент очень сложная ситуация в Украине во всем мире, экономический кризис, связанный с коронавирусной пандемией, и естественно это негативно влияет на экономику, на развитие бизнеса, и это негативно влияет на репутацию политиков тоже. То есть, возможно, это такая ситуация, когда политики думают о краткосрочной перспективе, когда на самом деле надо думать о долгосрочной. Хочу сказать еще о паре историй, которые более-менее имеют отношение к этой. Первая – это статья об Украинафте, где из-за некоторых махинаций в наблюдательном совете при назначении нового директора, похоже, Коломойский получил или получит больше контроля над этой компанией. Украинафта должна государству очень много денег в виде невыплаченных налогов, и Коломойский получал там нечестные привилегии. Ему позволяли покупать по заниженным ценам украинафты нефть, которую он потом продавал дороже и наживался на этом. И перейдем к одной из горячих точек на карте мира, где в эти минуты страдают миллионы людей, которые не имеют доступа к предметам первой необходимости и жилью – Сирия. Из-за непрекращающейся кровавой войны и усугубившегося на фоне пандемии COVID-19 кризиса страна оказалась в ужасающем положении. Чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, Организация Объединенных Наций сумела собрать почти 8 миллиардов долларов США. Однако все так же ООН и Международные благотворительные организации испытывают нехватку ресурсов для спасения жизней, что затрудняет въезд в разрушенную страну и доставку еды и лекарств нуждающимся. Какие существуют пути выхода из сложившейся ситуации и как в ООН намерены использовать сумму, собранную на конференции в Брюсселе 30 июня, читайте в материале Ильи Пономаренко. Генеральный секретарь ООН представит отчет о нарушениях прав человека в Крыму. Я модерировал вебинар на эту тему с экспертами и правозащитниками. И в том числе с присутствием одного крымского татарина. Он правозащитник и адвокат. Очень интересный разговор. Ситуация с правами человека в Крыму ухудшается. Это происходит не только на фоне усиливающегося талитаризма в России в целом и российского режима, но и ухудшающейся ситуации с коронавирусом в Крыму. Нужно помнить, что 94 украинских политзаключенных содержатся в тюрьмах в Крыму, а во время коронавируса там очень опасно. Кроме того, Россия, мы знаем преуменьшать заболеваемость в Крыму, официальные цифры по количеству заболевших COVID-19 в Крыму очень низкие. Это серьезная ситуация, которая сегодня получит международное освещение, которого она заслуживает. Эпидемическая ситуация все так же остается крайне нестабильной. Более того, в Министерстве здравоохранения ожидают новую вспышку заболеваемости после того, как много украинцев провели выходные в Одессе. По словам главы Минздрава Максима Степанова, люди не придерживались карантина на пляжах и в ночных клубах. Мэр Киева Кличко объявил об усилении карантина. Это значит, что все заведения должны прекращать работу до 22.00. Кроме того, Кабмин вводит штрафы за не ношение масок в общественных местах. Кроме того, количество тяжелых случаев коронавируса в Украине сильно увеличивается, то есть количество людей, которые требуют госпитализации. В целом, мы видим, что этот кризис еще не прошел, что осталось еще очень много очагов, и в некоторых частях мира COVID-19 также еще очень сильно бушует. Одна из таких стран – это США. Там проблема в том, что очень многие молодые люди игнорируют рекомендации по социальной дистанции. Они встречаются и ходят с большими компаниями. Дело в том, что это лето, и поэтому, я думаю, очень сложно заставить людей подчиняться этим правилам. В целом, что касается Украины, я не могу сказать, что здесь ситуация с вирусом не под контролем. Количество инфицированных еще не так высоко, но угроза сохраняется. Так решил и Евросоюз, который 1 июля выложил список красных и зеленых стран, стран, из которых не принимают и принимают туристов. Украину ЕС определил как красную страну. Почему? Потому что количество случаев заболевания на 100 тысяч человек в Украине выше, чем в ЕС. В Украине 67 заболевших на 100 тысяч, а в ЕС 15. Поэтому украинские туристы еще не могут приехать в ЕС, но те, кто путешествуют по деловым вопросам и студенты, они могут приехать. Но это еще не окончательное решение, поэтому каждые две недели ЕС будет пересматривать этот список. Так что если количество инфицированных в Украине снизится, мы можем попасть в зеленый список. Однако не все потеряно для украинских туристов. Пять стран все же открыли свои границы. Сейчас граждане нашей страны могут уехать в Турцию, Хорватию и Албанию без каких-либо эпидемических ограничений. Для путешествия в Черногорию потребуется тест об отсутствии COVID-19. А по возвращению из Египта придется побыть в самоизоляции. Кроме того, у нас продолжается очень интересная серия материалов из Одессы, которые нам предоставляет 7 канал. На этой неделе мы публикуем третий материал из этой серии. Это новость о незаконной застройке побережья Одессы, которая очень опасна экологически и ведется с нарушением закона. Потому что по украинскому закону береговая полоса должна быть свободной и общедоступной. Но в Одессе эта береговая полоса активно застраивается. И похоже, что все это делается с разрешения городской власти под предводительством мэра Геннадия Труханова. В частности, в этом выпуске речь пойдет о борьбе одесситов за прибрежный парк «Юность», не менее 12 участков в котором раздали еще в 2000-х годах. Примечательно, что по требованию прокуратуры принятое решение Одесский городской совет все же отменил. Но данные так и не внесли в Государственный реестр прав собственности. В итоге эти участки переходили из рук в руки. А нынешние собственники спешат построить там свои здания, понимая, что правильных разрешительных документов и права собственности у них на эти участки нет. С каждой новой попыткой застроить парк «Юность» местные жители выходят на акции протеста. Главное требование к чиновникам, чтобы на сессии городского совета узаконили границы парка. Если этого не сделать, в зеленой зоне могут и дальше возникать новые очаги застройки. В следующем выпуске, 10 июля, у нас будет спецтема об отношениях Украины и США. Мы будем писать о разных политических, экономических и культурных аспектах в отношениях двух стран. Америка очень важная страна, и некоторые считают, что Штаты – главный партнер Украины в мире. Но так считают не все. Вы много разных мнений услышите, если спросите. Ситуация по отношению к Украине со стороны США нынче неоднозначная. В Украине нет до сих пор назначенного посла США. Миссией управляет полномочный представитель, и у нас будет в этом выпуске «История из Америки», написанная потому, что у нас сейчас есть интерн-стажер в редакции, который работает в удаленной США из моего родного города Миннесоты. Сейчас такое время, что не важно, где ты находишься, лишь бы у тебя был хороший интернет. Кроме того, это будет празднование Дня независимости США 4 июля. В этом году оно будет сильно отличаться от празднований в предыдущие годы. Самые свежие новости, эксклюзивные статьи о бизнесе, политической, социальной и культурной жизни читайте в новом печатном выпуске украинского англоязычного еженедельника, а также непосредственно на сайте Киевпост. Подписывайтесь, чтобы поддержать независимую журналистику в Украине. Киевпост. Listen to Ukraine's global voice.